Трудный пациент 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 независимым маркером, причем нет корреляции между это лактат-дегидрогеназа, причем нет абсолютно никакой корреляции между уровнем лактат-дегидрогеназы, стадией опухолевого процесса и локализацией метастатических очагов. Поэтому этот параметр выделен в отдельный прогностический маркер. Кроме этого, агрессивность опухолевого процесса, которая определяется толщиной, опухолеизвлением, скоростью метозов, мутационной нагрузкой, крайне важное значение для нас имеет фактор со стороны пациента. Это возраст, более старшая возрастная группа, это более неблагоприятное течение, общее состояние, наличие сопутствующих заболеваний, иммунологический статус, ну и активирующие мутации, о которых вчера уже неоднократно говорили. Прежде всего, это наличие мутации в гене БИРАФ. По сути, это не прогностический, а больше предиктивный маркер, который определяет чувствительность к ингибиторам БРАФ и МЕК-ингибиторов. Из других активирующих мутаций имеет значение наличие мутации в генах НРАС, в генах ЦИКИД. ЦИКИД – это, соответственно, ингибиторы соответствующие, и наличие мутации в гене НРАС – это возможная эффективность от применения МЕК-ингибиторов. Ну и экспрессия ПДЛ-1 в опухолевой ткани, она меньшее значение имеет, но тем не менее ее тоже определяет. Как Вы считаете, можно ли пожилых пациентов, пациентов с вирусными гепатитами, ВИЧ-инфицированных, со статусом ЭКОК-2 и хуже, множественными метастазами головного мозга, печеночной, почечной недостаточности, лечить ингибиторами контрольных точек и таргетной терапии? Какова же на самом деле на сегодняшний день реальная клиническая практика? И какой самый большой страх возникает у клинициста? Это о том, что у коморбидных пациентов иммунотерапия кажется токсичной, а самый популярный и самый реалистичный миф, который гуляет – это эффективность современных методов лечения у коморбидных больных будет минимальной. Так ли это на самом деле? Так вот, в 2019 году был опубликован обзор шведских ученых. Это ретроспективное исследование о реальной эффективности антипедиалиадинтерапии у больных метастатической меланомой. 116 пациентов было проанализировано, и если мы посмотрим на основные характеристики, то увидим, что в этом исследовании были и больные старшей возрастной группы, причем их примерно четверть было. Здесь же были больные с ЭКОК-2, их примерно было 11%. Здесь же было очень много больных с распространенным процессом, причем поражение печени, поражение головного мозга – это практически 50% больных было. И здесь были больные около 40% с высоким уровнем ЛДГ. И что это говорит? Это говорит о том, что это действительно была неблагоприятная когорта пациентов. И мы посмотрим, все больные получали иммунотерапию либо пембролизумабом, либо неволумабом. И мы видим, что общая выживаемость у этих пациентов, 12-месячная, составила 70%. Колоссальная цифра. Безрецидивная общая выживаемость составила практически 28 месяцев. Лучше жили пациенты, имеющие мутации в гене БИРАФ, особенно если это больные ранее не получали терапию. А вот такие пациенты, как ослабленные больные, больные с распространенным процессом, больные с высоким уровнем ЛДГ и старшей возрастной группы, они демонстрируют более худшие показатели общей выживаемости. Если посмотреть на токсичность, то она в целом была такой же, какую рапортируют нам в различных клинических исследованиях. Единственное, чуть чаще отмечались ревматологические осложнения, это примерно 4,3% третьей и четвертой степени. И на основании этого исследования ученые сделали вывод о том, что эффективность и безопасность ингибиторов антипедиалитной терапии в клинической практике сопоставима с описанными в клинических исследованиях. То есть больные из группы неблагоприятного прогноза, они также подлежат иммунотерапии. Еще одна когорта больных, это больные неблагоприятной группы, это больные с метастатическим поражением головного мозга. Вообще, в целом, меланома – это третье по злокачественному образованию по частоте встречаемости метастатического поражения головного мозга, уступая место раку молочной железы и мелкоклеточному раку легкого. Примерно 7% больных на момент первичной верификации имеют метастатическое поражение головного мозга. В процессе прогрессирования до 50-60% больных развивается церебральный метастаз. Большинство из них, конечно, множественного характера, но часто протекают даже при множественном характере бессимптомно. Это неблагоприятные пациенты. Ожидаемая продолжительность жизни их не больше, чем 4-5 месяцев. И в настоящее время применяется либо хирургическое лечение, либо стереотоксическая лучевая терапия в случае ольгонетастатического процесса, о чем будут следующие доклады. А вот лучевая терапия на весь объем головного мозга, она может использоваться при поражении мозговых оболочек, либо при множественных очагах. И на сегодняшний день опыт применения иммунотерапии при метастатическом поражении головного мозга, он несколько ограничен, потому что из большинства клинических исследований эти пациенты исключаются. Но те данные, которые мы имеем на сегодняшний день, они демонстрируют, что комбинация ниволумаба и плюмомаба демонстрирует достаточно высокую эффективность. И вот одно из исследований, это исследование ЧИГМЭД-204, 109 пациентов с метастатической меланомой и наличием как минимум одного необлученного очага во головном мозге с максимальным диаметром до 3 см, включались в исследования, которые получали комбинацию ниволумаба и ипилимумаба, а затем в поддерживающей терапии ниволумаб до прогрессирования или развития токсичности максимально 24 месяца. Основная цель – это оценка внутричерепной эффективности. То есть частота полного частичного регресса, стабилизации процесса в течение 6 и более месяцев. Если мы посмотрим на характеристику пациентов, то мы увидим, что доминирующее большинство – это были мужчины. Это были пациенты с наличием BRAV-мутации, наличием НРАС-мутации. Это пациенты с высоким уровнем ЛДГ, примерно каждый шестой пациент. И это больные, которые частично получали ранее терапию BRAV-мегингибиторами либо BRAV-ингибиторы. И что же было показано? Было показано, что частота объективного ответа внутричерепная, то есть контроль над очагами головного мозга, составила 60%. Общая эффективность составила около 59%. Причем у 21% были отмечены полные регрессы. Медиана без прогрессивной выживаемости не достигнута. И время наступления эффекта, если посмотреть, то реализация эффекта наступает в среднем через 2,8 месяца. Медиана длительности ответа на сегодняшний день не достигнута. А у пациентов, ответивших на лечение, эффект продолжался более 9 месяцев у 93-х пациентов. И если мы посмотрим на кривые выживаемости, обратите внимание, колоссальные цифры. Еще раз отмечу, что частота объективного ответа в целом составила 55%. 21% это полный регресс метастатических очагов головного мозга. И еще одно исследование, это исследование ABC, в котором также оценивалась эффективность эпилимумаба-ниволумаба в сравнении с ниволумабом у пациентов с симптомной опухолей и ниволумаб у пациентов с бессимптомной опухолей. И точно так же комбинация ниволумаба и эпилимумаба демонстрирует высокие показатели и безрецидивной, и общей выживаемости больных. Вот это то исследование, о котором я только что сказала, исследование ABC. Почему я еще раз демонстрирую его? Этот слайд говорит о том, что имеет значение, в какой линии мы назначаем терапию. Пациенты, которые ранее не получали лечения, и на момент первичной верификации, имеющие метастатическое поражение головного мозга, они, конечно, отвечают значительно лучше. Посмотрите, практически не было признаков прогрессирования, и все больные ответили полными частичными регрессами. Если посмотреть на осложнения комбинированного режима при метастатическом поражении головного мозга, то, конечно, те осложнения, с которыми мы уже встречаемся, они были. Это и кожная токсичность, гастроинтестинальная, эндокринопатия. Но кроме этого были пациенты с неврологическими осложнениями, преимущественно это развитие головных болей и развитие отека мозга. И опираясь на вышесказанные данные, однозначно эффект комбинации ниволумаба и пелемумаба у больных с метастатическим поражением головного мозга, он не зависит от бераф-мутации. Даже пациенты с неблагоприятной группой, с высоким уровнем ЛДГ, они демонстрируют высокую эффективность. Это вариант выбора при метастатическом поражении головного мозга. Частота объективного ответа 55%, медиана без прогрессивной выживаемости не достигнута, а 6-месячная без прогрессивной выживаемости 67%. Единственное, данная комбинация не рекомендуется для пациентов, когда критически необходим быстрый ответ. То есть симптомные опухоли, поскольку медиана достижения эффекта составляет примерно 2,8 месяца. А профиль безопасности данной комбинации не отличается от токсичности у пациентов без поражения головного мозга, то есть у пациентов, которые относятся к более благоприятной когорте пациентов. Работает ли комбинация бераф-мик ингибиторов при метастатическом поражении головного мозга? Однозначно да, но, к сожалению, в отношении от комбинации иммуно-онкологических препаратов по продолжительности она более короткая. Такая же примерно частота объективного ответа 58% при использовании деброфениба и термитениба у пациентов с поражением головного мозга. Причем обратите внимание, что 78 больных получали терапию стероидами. Медиана внутри черепной эффективности составила длительность ответа примерно 6,5 месяцев, а медиана общей беспрогрессивной выживаемости 5,6 месяцев. Еще одна когорта больных, которая относится к группе неблагоприятного прогноза, это высокий уровень ЛДГ. Посмотрите, как отличается выживаемость пациентов при наличии референсных значений и повышенного значения. Практически при применении неволумаба и эпилемаба комбинации частота объективного ответа и длительность пятилетней общей выживаемости, она почти в два раза выше. 60% пятилетняя общая выживаемость у больных с референсными значениями лактадогидрогеназы и 38% у пациентов с повышенным уровнем данного маркера. Особая группа пациентов – это больные с хроническими инфекциями. Пациенты ВИЧ-инфицированы, с которыми мы сталкиваемся не так редко. Вот на данном слайде представлен обзор безопасности и эффективности иммуно-онкологических препаратов у пациентов, имеющих ВИЧ-инфицирование. Это сборное исследование, в котором отражены результаты эффективности. Здесь были пациенты и не мелкоклеточным раком легкого, меланомой кожи, саркомой капоши. Причем большинство пациентов, 95%, они находились на антиретровирусной терапии. И достаточно активным вирусным процессом CD34-353 – колоссальная цифра. В качестве терапии основного заболевания они получали либо ниволума, пембролизумаб, либо комбинацию иммуно-онкологических препаратов. И посмотрите, меланома. 11 больных из 16 ответили на терапию. Частота объективного ответа составила 27%. Один – полный регресс, два – частичных регресса, в остальном – это была стабилизация процесса. То есть о чем это говорит? О том, что даже больной с наличием хронической инфекции подлежит терапии основных онкологических заболеваний. Ну и насколько эффективна терапия ниволумабом у больных с гепатитом С. Здесь представлены результаты исследования больных почечноклеточным раком, но, на мой взгляд, мы нуждаемся в проведении проспективных исследований по оценке эффективности иммунотерапии у больных с хроническими инфекциями. Я думаю, что можно экстраполировать эти данные точно так же и на пациентов с меланомой кожи. 22 пациента с наличием гепатита С и 22 пациента без гепатита С. Посмотрите, частота объективного ответа у больных с наличием гепатита С была достоверно выше. Общая выживаемость – 27 против 21 месяца в группе больных без гепатита С. Беспрогрессивная общая выживаемость – 7 против 5 месяцев. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что на сегодняшний день мы достигли уже такого уровня, что мы подбираем к терапии не только пациентов из сохранных, без значимых опухолевых проявлений, но и пациентов, которым мы относим к категории трудной, мы тоже подвергаем их противоопухолевой терапии. Меланома очень долгое время находилась в такой ситуации аутсайдера, когда не было эффективных режимов, эффективных схем терапии. Но на сегодняшний день современная терапия позволяет не только достичь высокой эффективности с точки зрения чистоты объективного ответа, но и существенно продлить жизнь нашим пациентам. Спасибо за внимание.